Мои дорогие, доброе утро! Господи, как же я выспалась, наконец-то, впервые за три дня, за трое суток. Вчера отрубилась и сегодня прям проспала до почти 12 часов дня. Ох, сейчас меня ждет Петергоф, а потом ночь веселья. Я заслужила ночь веселья. Добрый день, Екатерина, скажите, пожалуйста, а вы, вот у вас ассортимент на Невском, Старом Невском, я еду в Петергоф на метеорию, который идет на воздушной подушке, а не Петропавловская крепость. Отсюда начинался город Санкт-Петербург. Очень красиво. И тут в храме Романово захоронено, правильно, да? Вот летит. Мы как на лошади скачем. У метеории как на лошади. Смотрите, как красиво, блин, как жалко, что есть стекло. Хочется ветра в лицо. Лафта-центр. Привет! Малышка! Привет! О, боже, белки тут просто ручные. Видимо, она пошла на елку. Боже, как же здесь красиво, а! Вот она, моя мечта, увидеть Петергоф. До сорока лет дожила, и, наконец, я его увидела. Привет, Петергоф! Вау, я в восторге! Люди первые появились. Потрясающий парк. Смотрите, ручей прям в лесу. И здесь раньше при Петре работали мальчики, которые маленького роста, которые чистили все эти ручьи, все эти вот системы. В общем, потому что они были из дуба, обтянутой кожи. Такие, как были трубы. Сейчас чугунные трубы, а раньше они были из дуба, обтянутой кожи. Их нужно было каждый день чистить. Потрясающе красиво могу. Сапсон раздирающий пасть льва. Это все позолото, настоящее. Сколько же они сюда денег потратили? Ну, это нереально красиво. Ребята, кто не был в Питере, в Петергофе, срочно. Просто срочно. Нереально круто. Как круто. Наконец-то я в Петергофе. Погода лом. Представляете, вот так вот выглядел разрушенный Петергоф после войны. Немцы, когда уходили отсюда, они просто все взорвали. Я не представляю, что нужно иметь в голове, чтобы такой шикарный памятник архитектуры рушить. Это же наследие всего мира. Люди. Ау. Вообще, что в голове у людей, у этих, я не понимаю. Представляете, вот эту красоту всю взорвать. Просто, чтобы она никому не досталась. Ну, это же просто какое-то моральное уродство, я считаю. Жесть. И вот так это было. Все восстановили. Фонтан. Сноп. От него была впервые проведена канализация. Представляете? А это любимый дворец Петра. Он всегда хотел жить около воды. И его дугрофобия не любил большие пространства. Поэтому это был самый его любимый домик. Он так выходил сюда, с чашечкой, ох, и вот так вот смотрел. Да уж. Неплохо жил Петр. Что уж сказать. Значит, это Адам, чтобы вы понимали, с лицом Петра. Посмотрите. Просто Петр по своему подобию сделал Адаму. Молодец, Петр. Скромный парень был. Проезжаем в сад Венеры. Красота. Вот это красота. Ребят, вообще. Сейчас вам покажу. Вот дворец Марли, где Петр Первый селил своих гостей. Вы не представляете, какой огромный Петергоф. Тут пока от этого Марли дойдешь до основного. Сейчас пройдет. Вот это красота. А здесь водилась рыбка. Свеженькая. Может быть, и сейчас водится. А вот Венера. Это сад Венеры. Сейчас пойду вам еще наверху покажу вид. Ребят, бомбический. Как же я довольна. Я получила колоссальное удовольствие, вам хочу сказать. Про годы по Петергофу. Это вообще что-то. Моя мечта сбылась. Я вообще в восторге. Спасибо Юле. Прекрасному, прекрасному спецсоводу. Который очень интересно рассказывает все. Все факты личной жизни Петра я теперь знаю. Да. Вот. В общем, много интересненького. Ах, Петр. Коля Ганье. Мы, значит, как фонтан называется? Львиный каскад. Ага. Львы, которые не спят, охраняют покой своего хозяина. Петра. Как красиво. Сейчас переверну вам. Там нимфа, которая льет воду. Вот она, нимфа. А вот львы. Очень такой интеллигентный, красивый фонтан. А вот это вот, помните, фонтан я вам показывала Адама с лицом Петра. Это Ева. Как бы Екатерина Первая с лицом его второй жены, которая была из простолюдинок. И родила ему очень много детей. Он ее любил. И, представляете, взял в жены простую женщину. Она была в пышный форм. Я видела ее фотографию. Не могу сказать, что она была красотка. Ну, такая обычная женщина. Но была очень весела, нравна. И вот замутила, захомутала Петра. И вот он ей, когда с ней венчался, когда Елизавете было уже 12 лет, он только официально на ней женился. И он сделал такие фонтаны. Значит, у Адама его лицо, у Евы ее. Вот. Такие вот дела. Даже...